Этой ночью заночевал в изумительно красивом месте. Я думаю, вам видно, вот там существует остров. Там виден остров. Кажется, что он необитаемый, этот остров. А местечко это называется Гиресун. Турецкий город Гиресун. Вот здесь есть карта. И, соответственно, это примерно находится вот здесь, рядом с городом Орду. Рядом с городом Орду, вот здесь есть город Гиресун. Соответственно, вот это все Турция. Здесь Тбилиси. Здесь Тбилиси, я думаю, видно. Черное море. Черное море. Крым непосредственно. Это Феодосия, Керчь, Анапа, Новороссийск. Вот в таком месте мне удалось заночевать. Прямо с видом на необитаемый остров. Очень приятное место. Ночью никто не приходил. Ночью, да, здесь ездили машины с веселой музыкой. Сюда местные приходят, типа, как отдохнуть, посидеть, посмотреть на этот остров. Остров является символом города. Он указан на всяких разных эмблемах. Ночью, ну, я сюда пришел вечером, то есть был еще закат. Закат чудесно красивый. Очень-очень красивый закат. Наблюдаю. Солнце садилось в те края, те края, где Крым. Ну, это примерно вот туда. Туда, где Крым, где Феодосия, Ялта. Вот в тех краях я наблюдал чудесно красивый закат. Здесь вдоль проплывал ночью кораблик. Вот он плавал вот таким вот образом. Ну, вообще этот остров здесь не один. Здесь и существуют другие. Но вот самый крупный именно вот этот. Именно вот этот. Ну, сейчас я уже буду вылезать из палатки. И покажу, что же, где же непосредственно я поставил свою палатку. Какие здесь виды в общем. Итак, смотрим дальше. И пишем комментарии, что вы думаете по поводу вот таких вот видов на очень-очень красивый остров. Вот в каком месте я поставил свою палатку. То есть, можно заметить, что там наверху шикарные дома и трасса. Вот машины там проезжают. То есть, рядом трасса из Орду в сторону Трабзена. А с этой стороны и с этой стороны, вот сейчас я поворачиваю. Там какой-то шиномонтаж. И даже идет какой-то дым из этого шиномонтажа. Вот только-только что появился этот дым. Всю ночь его не было. Вот я думаю, этот дым заметен. Ну, ладно. Это дело рук человеческих. Этот дым. И что там происходит, пока сложно сказать. Ну, это так может быть, как говорится, Господь с этим. А вот с той стороны, то есть, прямо вид из палатки. Вот там вот необитаемый остров. Ну, вроде бы, кажется, он необитаемый. Кстати, я вижу там, вот мне видно еще каких-то три, вернее, два или три там объекта. Может быть, это лодки там плавают. Может быть, еще что-то. В то же время, именно этой ночью я наблюдал, когда вот здесь вот, с той стороны, с той стороны, медленно-медленно-медленно-медленно-медленно проплывал какое-то водное транспортное средство с желтыми и зелеными огоньками. А потом эти огоньки появились, вернее, я не совсем уверен в том, что именно эти огоньки появились, но они были около острова. То есть, можно сказать, что все-таки этот остров, скорее всего, в каком-то смысле обитаемый. То есть, на него кто-то плавает. Либо рыбаки, либо еще кто-то, либо, может быть, действительно, кто-то там живет. Остров, конечно, завораживает. Всегда нам хочется как-то вот побыть на таких вот островах. То есть, ну, есть, например, у нас в Карелии река Блоксон, на ней большое количество островов, там, где вот она разливается. Я помню, мы ездили на пикник с моими знакомыми. Шикарный был пикник, остров, мы там были одни, больше там никого не было. Очень-очень было классно. Еще мне вспоминается непосредственно Индонезия. Индонезия. Страна, где есть 20 тысяч островов. 20 тысяч островов, то есть, это из которых половина обитаемая, половина необитаемая. Конечно, она завораживает, всячески завораживает до нее добраться, и со временем я планирую туда поездку. Со временем. Надо будет обязательно посетить. Есть специалисты, которые уже ездили, посещали и видели там эти острова, то есть, там, конечно, шикарные места. Ну, а здесь далеко не надо ездить. Это Турция, то есть, дыма, кстати, там меньше стало. Меньше стало. Обычно этот городок Гересуна проезжают все мимо. Я вот прошлой ночью решил остаться здесь, поставить палатку и сделать такой вот обзор палатки напротив этого острова. Чему всячески рад, потому что, ну, вот просыпаешься и видишь сразу остров. Это, ну, просто сказочный здесь вид. Сказочный вид. Сейчас я подойду поближе к воде, сделаю фото-видео Черного моря, ну, а потом уже буду собирать палатку. Вот оно, какое Черное море. Сейчас у нас 6 мая. Здесь оно даже прозрачное, однако здесь пляжа нет. То есть, здесь есть вот такие вот крупные валуны, которые, конечно, понятно, что дело рук человеческих их сюда притащили для того, чтобы бороться с волнами. Искупаться, опуститься в воду здесь практически невозможно, достаточно опасно. И вот эти камни, они реально скользкие. Я только что это, можно сказать, ощутил, что камни скользкие, поэтому стою здесь очень аккуратно. Очень аккуратно. Как видите, этот обитаемый-необитаемый остров никуда не делся, он на месте. Ну, и моя палатка также по-прежнему пока еще на месте. Надо ее уже собирать. Вот вы видите, там палатка такая вот маленькая, вот она, да, как бы теряется на фоне больших домов. Но зато какой в ней уют, когда ночью ты спишь, и рядом прелестный шум прибоя, плескание воды. То есть, палатку можно поставить где угодно. А вот тот каменный дом, ну, куда его перенесешь? Далеко его не унесешь. Также хочу добавить, что ночью, именно вот по этому берегу, по этому берегу, я заметил какой-то бегает зверь. Какой-то бегает зверь. Вначале я подумал, что это какие-то, может быть, крысы или еще что-то. А потом я заметил, однако, что-то среднее между белкой и лисой. Что-то среднее между белкой и лисой. Почему это что-то было среднее такое? Потому что для белки слишком большое, а лисы вроде бы здесь не должны водиться. Здесь, как такового, нету леса, да. Как бы лисы вроде водятся в лесу, да. Здесь побережье, камни, что они здесь ищут. Причем они бегают очень тихо и молниеносно. Хвост я видел, соответственно, мордочку чуть-чуть видел, но все это было практически в 11 вечера, в полной темноте ничего было. Остального не успеть сфотографировать, но я такое заметил существо. Кто, может быть, знает, пожалуйста, напишите в комментариях, что это может быть за зверь. И тут такой бегает на турецком берегу, на турецком берегу. Будет интересно узнать. Кстати, опа-опа, там летит самолет. Я думаю, может быть, его... Вот он в самом центре сейчас. Вот самолет, видите? Точка самолета. Это, видимо, куда-то из аэропорта Трабзен полетел в сторону Европы. В сторону Европы самолет полетел. Вчера ночью тоже, кстати, здесь самолет пролетал. Он почему-то сделал круг над Гирисуном и улетел. Я даже удивился. Я думал, он просто спешит на посадку в Трабзен, а однако нет. Он развернулся и полетел в сторону Европы. Вот таким вот образом. Ну что ж, буду аккуратно слезать с этих камней. Очень они опасные, еще раз говорю. Кстати, заметьте, какое здесь хорошее солнышко. Приятное утро. Вообще просто шикарно. Ну вот такой вот турецкий берег. Такой турецкий берег. Ну вот, я думаю, моя палатка отчетливо видна. Она, конечно, теряется на фоне вот такой вот каменного пляжа. Но тем не менее. Сейчас здесь вот солнце то выходит, то заходит снова. Там вот едут какие-то машины, идет какой-то человек. И тому подобное. А мне сейчас хотелось бы непосредственно узнать у зрителей, подписчиков и друзей моего канала. Какой вот такой вот примерно российский город равняется вот с таким вот видом? Вот может быть российский, или может быть какой-то там вот абхазский, грузинский, украинский берег, крымский берег. Где непосредственно с этой стороны город. Вот здесь такие вот камни. А там вот такой вот достаточно интересный вот этот вот остров. Потому что остров всячески завораживает. Ну, вот ты думаешь, что там на острове, как там живут. Вот вспоминают вот эти вот то, что читали сказки нам. Либо сказки, полусказки про Робинзона Круза, про какие-то капитана Немо и тому подобное. Потому что, ну, это же остров, вот как он образовался. То есть, видимо, здесь вот под водной вот этой вот поверхностью какая-то там выступ. Может быть там какие-то подземные пещеры, вернее подводные пещеры или тому подобное. Все это очень интересно. И вот интересно, какой вот российский город, где вот так же помню. Я вот это помню в Крыму есть Медвежья гора. Карадак она, по-моему, называется. Что-то в этом роде. А вот и там, где на камешке еще есть русалка сидит. Вот такие мне вспоминаются. Может быть кто-то еще вспомнит. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Будет интересно это очень почитать. Ну, а я здесь уже, честно говоря, делаю который видеодубль. Потому что так мне понравилось, что как-то даже вот не хочется палатку собирать и двигаться дальше. Потому что здесь уютно, хорошо. Вот такой шум прибоя. Ну, вот эти вот камни прям, прям очень, очень завораживают. Прямо очень, очень завораживают. Очень классное место. Я думаю, что сюда часто молодежь приходит. Там вот всякие надписи молодежного такого формата на этой стене. И это место, видимо, встреч, каких-то любовных отношений и тому подобное. Здесь практически тебя не видно. А делай все, что можно угодно. А там остров. А если у путь на остров, там вообще будешь один на один с природой, скорее всего. Ну, сами понимаете. Так, пишите, пожалуйста, в комментарии. Будет очень приятно почитать. Будет очень интересно. Ну, моя палатка пока еще так и не собрана. Как ее местные называют? My Little Sleeping House. Вот как они ее на английском называют. Либо на турецком Чадыр. Чадыр, напоминаю, палатка. Напоминаю, что это город Гирисун, где на эмблеме изображен остров. Остров. И вот много палатка эта повидала. Она, конечно, ее уже надо всячески ремонтировать и тому подобное. Пора ее собирать, ехать в Грузию. Там нужно заниматься всякой работой. Войти в горы, грузинские горы, Сванеттию. А тут так хорошо, что-то вот этой ночью особого дождя неба. О, чуть-чуть накрапало, чуть-чуть накрапало. Сейчас у нас 6 мая. Сейчас солнышко вышло, прекрасная погода наступила. Ох, тут так хорошо. И даже в моей палатке есть запасы съестного. Там масло с хлебом и того подобное. Ну и вот этот остров, это просто какая-то сказка. Остров скалистый, скорее всего. Вот остров, там вот вижу на нем деревья. И вот завораживает, что же там ночью, кто же там светилось. Что же там может быть домик чей-то. Вот кто там живет. Вот как это очень интересно. До острова, я думаю, тут километр, что-то в этом роде. Естественно, я туда не поплыву, да и тут пляжа-то нету. Я бы сейчас искупался, но пляжа тут вот именно нету. Вот только-только такие камни. Ладно, пора собираться, пора в путь, потому что Грузия ждет. И карточка памяти в видеокамере тоже заканчивается. Но шикарные виды, шикарные. Вот всячески хочется вам донести, показать, как здесь красиво. Давайте вместе путешествовать. Впереди большой сезон путешествий. Пишите комментарии, пожалуйста. Буду очень рад комментариям. Пишите в личку какие-либо свои предложения. Поехали вместе путешествовать вот на этом море, Черное море, Мраморное море, Эгейское море, Средиземное море. Итак, я приступаю к сборке своей палатки. А вы пока напишите там комментарий. Почти-почти собрал свою палатку, а здесь происходит что-то достаточно интересное. Мимо меня, вот между мной и островом проплывает такая вот штуковина. Прикольно. О, на остров. А теперь эта турецкая штука плывет во мне. В обратную сторону опять мило меня. Два турецких рыбака рассекают туда-сюда, туда-сюда. Вон, закинули ножку на ножку и поплыли ловить рыбу или еще чего-то. Хорошо тут так вот плавать, общаться два друга под каким-то синим тентом едут. Видимо, когда очень жарко, они этот тент натягивают и спасаются от сильной-сильной жары. Ну, а мой тент, то бишь, палатка почти уже собрана. Сейчас мне нужно упаковать все это в рюкзак и также двигаться в путь. Ну, по суше, по суше. Не по воде, а по суше двигаться в путь. Ну, со временем по воде я буду двигаться.